все привет народ сегодня будем подключать ультрафиолетовую лампу который устанавливалась в лампу для маникюра для сушки лака довольно популярна сейчас тема но так получилось что нам надо шрифт брайля делать наносится точки лаком мы так приспособились и принципе собрали большую лампу большого размера куда будем подключать такие элементы то есть сами лампы мы нашли чтобы не мучиться не искать сами пускатели уши с алиэкспресс тоже сейчас не очень то особо закажешь и долго ждать время поджимает я решил использовать вот такие вот балластники от энергосберегающих ламп лиминесценки сейчас вам покажу как это подключать потому что смотрел в интернете иногда бывает проблем у людей подключить в том плане что здесь два вывода хотя по факту лампа с четырьмя выходами просто здесь корпус внутри стоит конденсатор это чуть позже объясню а здесь четыре контакта то есть здесь два вывода было здесь это было спиралька такая из двух концов у них два выхода нити накала подключается к этому балласту эта схема двумя проводами и также можно подключить четырьмя проводами просто разобрать корпус я разберу покажу но первым делом подключаем простым способом самым нам нужен провод сетевой со штепсельной вилкой и тут у нас мы видим диодный мост диоды и сюда подается питание 220 вольт то есть когда вы разбираете лампу вы увидите что к цоколю идут его провода это питание 220 вместо него сейчас припаяем провод и будем подключать я провод припаял теперь ну тут ясно что двум выводам лампы припаивается провод я так припаял немножко поплавилось в корпусе но это не особо важно и критично теперь смотрите по схеме у нас получается четыре контакта раз два три четыре находим два контакта которые соединены через конденсатор вот у нас конденсатор нам его нужно обойти он нам не нужен почему да потому что внутри лампы уже конденсатор имеется чуть позже это покажу значит смотрим вот у нас конденсатор через него проходит контакт тут у нас два конденсатора с этой стороны и он уже подключен через дросселек точнее диод на тому диоду подключается этот конденсатор мы трогать не будем нам нужен только вот этот вот вот через него видите контакты проходит его можно даже отпаять я буду припаиваться крайним выводом раз-два все припаял включаем в розетку и как видите of лампа заработала она конечно буш на тут уже видно потемнение но запускается без проблем выключаем включаем все работает сейчас я разберу сокой лампы корпус и покажу как там все внутри смотрите вот они выводы колб то есть одной стороны два контакта это одна нить накала с другой стороны два контакта последовательно через них включен конденсатор и вот они два вывода то есть вы можете по сути разобрать цоколь если сомневаетесь убрать конденсатор припаять четыре провода и подключить с родным конденсатором на балласте то есть вот как была родная лампа подключена с одной стороны вывод колбы так вот полярность не имеет значения и так вот так и второй вывод колбы тоже на противоположные контакты где от родного баллона лампы была подключена вторая нить накала в принципе ничего сложного сейчас я попробую подключить так как это было изначально по родной схеме посмотрим что получится ну вот что у нас получается на четырех контактах сожалению один из выводов лампы я стряхнул контакт плохой надо не запускается постучишь начинает запускаться на цвет вот стороны с колбы нить уже не контачит все работает все запускается если лампа целая она будет запускаться с первого раза сейчас я ее выключил она уже не запустится к сожалению учишь учишь иногда приплыла лампочка хотелось показать как у нас родным конденсатором будет но все обрыв уже как ни стучи не работает теперь по поводу самих балластов вот у нас балласты такие имеется от энергосберегаек по мощностям если у вас лампа 9 ватт то вам балласт меньше чем на 9 ватт нежелательно ставить если у вас балласта путем будет на 15 ватт можете к ней смело лампу 9 ватт подключать все будет прекрасно работать ничего не перегревается то есть балласт мощнее чем лампа можно наоборот нежелательно такое делать как-то так ничего сложного так что кому понадобится отремонтировать лампу для ногтей или использовать ее отдельно как в моем случае вы можете найти выход из положения ну конечно же проще всего взять уже готовый родной пускатель но вот такие схемы работает ничуть не хуже конечно же соблюдайте технику безопасности все отключения все ремонты все проверки надо производить только предварительно отключив от сети иначе может быть не очень приятно это опасно для здоровья и для жизни так что будьте осторожны соблюдайте все правила тб пользуйтесь кому надо я думаю многие это знают но те кто не знает лишнее не будет на этом все всем пока конечно же скоро увидимся